Всем привет! У нас сегодня распаковка. Сейчас буду вам показывать, что мы купили с Настей. На Настина посуда. Итак, ельзы, Палмол, потому что вот эти вот Винстон, кто курит табак, я вообще не рекомендую Винстон, потому что сигареты не забиваются полностью. Просто табак переводится. А вот Палмол самые нормальные, они вообще шикарные. В них забывается табак и курится отлично. Это опять-таки для тех, кто курит. Мы купили яйца, помидоры. Кока-кола эта зависимость никуда не уходит. Меня это раздражает, потому что Кока-кола это зло. Хлебушек, видите, был свежий, горячий был. Настя взяла себе йогурт. На улице выпили. Такие хоть по баночке. Настя взяла такую. Я обычную. Ну, такая она вообще ужасная, если честно. Дорого, кстати. 85 центов за колу вот эту, которая нормальная, типа оригинал. А потому что подешевле 45 центов. Ну что, оно просто хотелось бы пить холодное. Поэтому купили. Огурцы. Шмидти. У нас еще осталось 100 мяса. Мы просто взяли, чтобы было. Чтобы было. Лук красный. Майонез. У нас будет салат. Салат будет немецкий. Картошка, лук, огурцы, майонез. И все. А, ну да, и все. Нам запомнился этот салат, когда мы жили в спортзале. И девочка, ну, соцработник, она накрывала, ну, скажем так, стол. Не знаю, позвала нас на гриль. Сосиски там жарили такое. В общем, мясо. И был вот этот вот салат. И он так запомнился. Вот это немецкий салат. Леально был вкусный. Причем, ну, он похож как на наше оливье. Но он без мяса, без колбасы, без ничего. Так что будем пробовать. Как мы его приготовили. Ну, туда нам он очень понравился. Рис была скидка хорошая. 3 евро за килограмм. И там что, плюс 10 процентов еще штука. Потому что его еще даже больше, чем килограмм. Настя взяла такую колбасу. Она 2,75 такая дешевая. Ну, она нормальная, кстати. По вкусу она нормальная. Можно на бутерброд использовать. Ну, конечно же, картошка. Сейчас колу уберу. Картошка. И у нас очень-очень захотела арбуз. Сегодня день коммуна. По-украински арбуз это коммун. Мне мама сегодня сказала, сегодня день коммуна. Она тоже купила себе арбуз. У них арбуз стоит 21 гривна за килограмм. А здесь, по-моему, евро 79 или евро 89 за килограмм. Ну, в общем, арбуз у нас весит 4 килограмма 400 грамм, по-моему. И за него мы отдали практически 8 евро. Я была в шоке на кассе, потому что предварительно мы его не взвесили и, соответственно, не посчитали, в какую стоимость нам обойдется этот арбуз. Дорого, реально дорого. Настя говорит, не дай бог он будет не сладкий и не вкусный. Она вообще расстроится. В общем, как проверяют арбуз? Вот так постучать вроде нормально. Вот так будем надеяться, что он оправдает свою стоимость и будет более-менее вкусным. Вот. Мы ели арбуз у семьи Люды. По-моему, тоже был хороший, сладкий. Но надо этот охладить. Я думаю, что он будет очень даже ничего. В общем, приготовим салат. Покажем вам, как мы его приготовили. И включимся. А, ну и, конечно же, забыла сказать стоимость этого набора продуктов. 35 евро. 35 евро. Вот так вот. Дорого, дорого. Очень дорого. Реально дорого. Ну, у нас в прошлой закупке осталось мясо. И крошку мы съели, конечно же. Ее вообще нельзя долго хранить в холодильнике. Потому что она пропадает из-за майонеза. Ну, и, короче, съедем ее. А мясо у нас еще есть. Ну, мясо еще я взяла просто, чтобы было. Поэтому как-то будем тянуть. Не знаю. Но, честно, очень-очень-очень дорого. Я думаю, как все это все знают. Ну, просто вот прожить на одно пособие двоим, это просто из области фантастики. Конечно, можно как-то умудряться экономить. Прям вообще, там, не знаю, есть одну картофель. Торожку жареную или, там, отварную. И салат. Можно. Можно. Если захотеть, то можно. Ну, скорее всего, так и будет. Если меня задержат вообще на долгий какой-то срок выплаты, то будем как-то прям максимально экономить. Что поделать. Так, ребята, значит, да. Захотела я сегодня. Вчера хотела. Сегодня я так хотела. Арбуз, арбуз. Потому, как дома я помню, сладкий арбуз со вкусом. Есть вот это, знаете, именно вкус арбуза. То, как оно есть. А здесь ни запаха, ни вкуса, ни сладости. Вообще, от слова, вообще нет вкуса арбуза. Никакой сладости. Вообще, просто обычная вода с-под крана. Как будто воду я обычную пью, но не ем арбуз. То, что цвет выглядит внутри, кажется, что он типа спелый. Нет. Но, когда я разрезала, вот, здесь треснуло. Не знаю вообще. По виду, как будто он уже нормальный был. Поэтому решили взять. Но здесь, посмотрите, видите, какие-то пятна. Вот это непонятно, что это такое. Гныль или что это. Ну, непонятно. Ой, короче, расстроены, потому что я не понимаю. Так просто, ну, правда, такие идеи. Ну, да. Показала бледный? 10 ойра. Да, я показала. Да, там видно, да, да, да. Я просто шокирована тем, что типа он как бы... Как они продают арбузы зеленые. Ну, там были еще... Еще вообще зеленые. Еще вообще зеленые. Ты получается... Так он реально, ну, он треснул. Он стреснул вот этот, когда я резала. А вот это, типа, как будто перемороженный. Как это понять? Ну, понятно, я не знаю. Я не знаю, что это. То, что перемороженный, ну, просто... Нет, это не видно, Анна. Вот, видите? Она не видит, да. Я показывала. Я просто не понимаю. Типа, почему за такие деньги, типа, покупайте вот такие арбузы. Ну, типа, им, видимо, нравится. Нам вообще-то не понять. Потому что... Мы, во-первых, дали, извините, со всей этой покупки много денег. Получили, что значит? Обычную воду с под крана. Извините, 10 евро за арбуз. Я думала, я надеялась. Думаю, не дай бог, он будет не сладкий. Так оно оказалось вообще безвкусный. Что внутри, что везде, что ты не попробуешь. Ты просто пьешь обычную воду. Вообще ноль сладости. Никакой сладости нет. Вкуса нет. Запаха нет арбуза. Я не знаю, кто их выращивает, пичкает чем. Но это ужас. То, что их продают в магазинах. И люди реально покупают. И, видимо, нравится им, что ли. Сейчас, получается, мне нужно было его, наверное, оставить дома. Когда солнце появится, наверное, как-то выгревать его или что. Чтобы он доспел. И все, я смогла есть его. Либо сейчас просто сахаром насыпать, и я должна его есть. Это просто ужас. Есть севра, отдали не понять кому. Да, я в шоке. Все на этом, ребята. Так что будьте бдительны. Посмотрите всегда, когда вы покупаете такие фрукты. Сейчас будем мы это отваривать. Арбуз еще рано, наверное, есть, как я и говорила. Надо есть в конце августа. В начале сентября. Вот тогда спелли. Ну, хотя у Люды был вкусный салат. Ну, надо либо знать, где можно купить. Да, в этом плане. Да, они наугад брали в Лид-Лиде. Ну, не знаю. Но здесь, в Альде, это ужас. Будем сейчас делать немецкий салат. Да, будем делать немецкий салат. Так, хотела арбуз. И в итоге не буду. Ну, хватит. Все, все пока. В общем, решили, что видео салата будет в следующем видео, да? Да, ребята. Мы покажем, как его готовим как раз-таки. Может, кто-то не знал. Но он реально вкусный. Скажи, нам запомнился. Угу. Шо? Шо такое? Шо? Чуть не подавилась. Ты стой. Да, Аня. Шо? Ну, ты что? Ты что? Ты чуть не умерла. Ну, не умерла уже. Это ужас. Я не понимаю, что я ем. М committee. Б 65 вас. Благодарю. Я не знаю.